Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите Гай.РФ видео-версия. С вами Сергей Гурентьев. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета «Айсберг». Они вернулись. Привычно низкие цены. В гипермаркете «Айсберг» компактная стиральная машина «Индезит» всего за 12,990. Холодильник «Индезит» высотой 185 см всего за 15,990. Это выгодно. Маленькие цены в гипермаркете «Айсберг». Вначале краткий обзор основных тем. Угрожал пистолетом. В Гае совершено два разбойных нападения. Непроходимые и непроездные. Весна приходит во дворы. Награды на дом. Ветеранам вручают юбилейные медали. И вернуть права придется, доказав знания ПДД. С лишенниками будут работать по-новому. В ночь на четверг в Гае было совершено сразу два разбойных нападения. В обоих случаях неизвестный молодой человек угрожал своим жертвам предметом, похожим на пистолет. У женщин-прохожих были похищены мобильный телефон и сумочка, в которой находились деньги. По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель Гайского района. А сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Гайский городской суд вынес приговор 22-летнему гайчанину, по неосторожности которого случилось ДТП, повлекшее смерть человека. Трагические события произошли в июне 2014 года. На втором километре автодороги Ириклинский-Вишневая водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате происшествия 34-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Данное деяние предусмотрено частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение водителям правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как было установлено на судебном заседании, подсудимый при движении проявлял преступную небрежность, выбрав скорость, которая не обеспечивала безопасности и постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пассажир данного автомобиля. Судебно на заседании подсудимую вину признал полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке. В итоге приговором Гайского городского суда мужчина, проживающий в городе Гай, был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с обновлением наказания в колонии и поселении. Приговор закону силы не вступил. Добавим, на момент ДТП стаж вождения молодого человека составил менее одного года. К другим темам. Весенняя уборка города начнется раньше обычного срока. Данный вопрос обсуждался на совещании с представителями управляющих компаний и ТСЖ, сообщает сайт администрации. По прогнозам синоптиков, весна в этом году наступит быстрее, в связи с чем и график проведения традиционных субботников будет по времени сдвинут на более раннее время. Кроме того, предлагается начинать наводить порядок на внутриквартальных территориях, не дожидаясь издания соответствующего постановления. Как обычно, за предприятиями и организациями будет закреплен свой фронт работ. Продолжение темы дворов. Весна – это не только солнце, ручейки и подснежники, это еще и непролазные дворы, в которых тонут прохожие и автомобили. Мы проехались по некоторым горячим внутриквартальным точкам и хотим поделиться увиденным. Вот так у нас чистят, так у нас работают. И как вы добираетесь? Как мы добираемся? Как мы так по луже добираемся? Перебежками добираемся. Ну на машинных мы сами смотреть дорогу. Мы пешком-то не проехали, тем более не проехали. Трактор молодежный чистил, и вся вода сюда пошла. Все машины застревают с утра до вечера. Вообще непорядок. Неужели нельзя все вот это вот сгрести куда-нибудь в кучу, в одну? Тяжело, да, ходить по дворам? Тяжеловато, да, по дворам ходить? Да. Ни до слова. Как вам по дворам ходить? Молча. Тяжеловато? А куда деваться? Никто не чистит, никогда ничего не убирается. Я вообще удивляюсь, за стольные времена, как найдет, вот эта техника пройдет, вот так вот, вот туда. Все, воды здесь у нас нету. Сейчас вот растает вот это все. Все, я даже в подъезд не могу зайти. Вот в подъезд не могу зайти. Это мне надо будет идти к первому подъезду, вот так вот обойти. И вот сюда еще не знаю, я здесь пройду или не пройду. Это бедла, натуральный бедла. А знаете, что целый день автомобили застревают целый день вообще? Это еще не застревают, подождите, еще тут будет техника, еще будут вытаскивать их. Я одна вот на пятом этаже живу, я вот наблюдаю, вот так, и говорю, ты куда ж дурак прешься, а? Ну ты видишь, один застрял, ты застрел, за ним идешь. И все равно, вы знаете, тут сейчас, у нас вот эти вот колодцы, они вот глубокие туда, постоянно застревают машины, постоянно, каждый половодий. Так кто же должен наводить порядок по дворах? Уже много лет администрация и управляющие компании однозначно договориться по этому вопросу не могут. Страдают по факту горожане. В очередной раз будем надеяться на лучшее. В Оренбуржье накрыли подпольный цех по производству алкоголя. В поселке Южный Урал правоохранители обнаружили производственный цех, где в круглосуточном режиме работали 20 человек. В дальнейшем было выявлено несколько складских помещений для хранения готовой продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ОМВД. В общей сложности оперативниками было изъято около 60 тысяч бутылок различной емкости, заполненной алкоголем известных марок, а также более 45 тысяч литров спирта. Помимо этого изъяты станки для закатки бутылок и большое количество стеклотары, пробок, этикеток и акцизных марок, пять большегрузных автомобилей и так далее. В настоящее время предполагаемые организаторы и участники незаконной деятельности установлены. Возбуждено уголовное дело. Компания «Уралстрой» предлагает пластиковые окна, евробалконы, металлические двери, жалюзи, скидки, рассрочка, жалюзи в подарок. Компания «Уралстрой», Гай, улица Ленина, 46, телефон 506-45. Фирма «Ковчег» изготовит летние беседки по индивидуальным заказам. Дома, бани, дачные домики из оцилиндрованного бревна. При заказе дома баня в подарок. Гай, проезд технологический, 14А, телефон 535-95. Вы смотрите Гай.РФ видеоверсия. Мы продолжаем. В середине недели над жильцами дома Поводченко 22 нависла опасность. Глыбы льда, свисающие с крыши, угрожали обрушением в любой момент. Дошло до того, что некоторые собственники квартир старались лишний раз не выходить из дома. Журналисты приехали на место и вот что нам рассказали жильцы. На той неделе уже началось двигаться нам в окно. Мы смотрим уже, движется она сюда. А рухнет ведь много. Один год я попадалась почти. Прям только успела, как эта глыба рухнула. Ну они хотя бы тогда что-то вот отсюда, на дверь хоть чистили бы. А вы говорите уже попадали. В прошлые годы такая же история была? Да каждый год. Каждый год. А провода у нас электрические. Это уже зовут один раз и выйди. Я вышла с электрики. Пока не счистите, говорит, снег с крыши, мы вам свет не проведем. Но это уже года 4-5 может было. Давно это дело было. Я говорю, что я вам полезу с крыши счистять. Тем более, что у нас ограждения-то нет. Мы, говорит, не будем вам свет. Я говорю, включите, как мне. Но потом я им говорю, а у вас вот ума не хватает, вот это вот провода провести вон туда на угол. И вам хорошо будет, и нам хорошо будет. И под крышей вот туда вывести. Они вот висели вот сюда к трубе. И как только глыба рухнула, все, мы без света сидим. И вот я им так подсказала. Все, вот сколько с тех пор. Они сделали на угол вон вывели теперь. Бабка, оказывается, знает, что говорить. С 1 марта в силу вступили изменения, согласно которым водители, лишенные права управления, должны сдать экзамен по ПДД. На сегодняшний день в ГАИ насчитывается около 400 бесправников. Все, у кого срок лишения подходит к концу, должны написать заявление в РЭО ГИБДД. Сотрудники подразделения планируют проводить экзамены не реже двух раз в неделю. Если прошло более половины срока после того, как водители лишили прав, то он уже может обращаться в РЭО ГИБДД с заявлением на сдачу экзамена. Пока что в ГАИ таких обращений было немного. На следующей неделе кандидаты на возвращение прав сдадут пробный экзамен, а после основной. Гражданин может пройти проверку знаний правил дорожного движения по истечению не менее половины срока лишения права на управление транспортными средствами. То есть у него половина срока лишения проходит, он может уже обратиться в подразделение РЭО для заявления о сдаче экзаменов, о допуске к сдаче экзаменов. Если у него с первого раза не получается сдать экзамен, повторный экзамен означает не ранее, чем через 7 дней. То есть дается время ему для подготовки. Тестирование водителя проходит при помощи компьютера. Чтобы сдать экзамен, нужно ответить правильно на 18 вопросов из 20. Если сдать с первого раза экзамен не удастся, то через 7 дней водитель может прийти на пересдачу. Такая практика уже в Веденоворске и Оренбурге. Однако говорить о результатах пока рано. У нас это только начинается, потому что подошло время тем гражданам сдавать экзамены для возврата водительского устремления и получения его в ГИБДД. Значит, у нас только начинается обращаться люди. И, естественно, мы будем проводить аналитику, ввести уже с какого раза они сдали экзамен, то есть уровень их знаний теоретических с первого раза сдали, либо повторное было. И потом уже в дальнейшем тоже будем, конечно, контролировать, смотреть, какие у них в области там уже административных правонарушений есть. И кто-то повторно уже будет, либо еще что-то такое. Гайчане к такой процедуре относятся с пониманием, и нареканий никаких не возникает. Добавим, что в числе экзаменуемых может оказаться и временно отстранен на должности главы ГАИ Николай Иванов, допустивший в прошлом году столкновение с автомобилем и скрывшийся с места ДТП. Суд отстранил Иванова от управления транспортом на один год. Валентина Демидова, Сергей Плюхов, видео-версия ГАИ.РФ Продолжая автомобильную тему, почему центр ГАИ закрыт для водителей? На пересечении Ленина и Войченко расположены пара ключевых зданий города, администрация и ДК Горняков. Сегодня здесь установлено два дорожных знака. Один возле администрации запрещает остановку, кроме служебного транспорта. Второй, с торцевой стороны Дворца культуры, запрещает всякую остановку. Удивительно, но ни один из этих знаков не является законным. Согласно действующей схеме дислокации дорожных знаков, на этих точках официально утверждена парковочная зона. То есть, каждый имеет полное право оставить здесь свой автомобиль. Как стало известно журналистам ГАИ.РФ, знак «Остановка запрещена», который располагается с торца ДК. В администрации хотят официально узаконить. Зачем? Администрация ссылается в своих намерениях на федеральный закон о противодействии терроризму. Однако в ГИБДД нарушений никаких не видят. И даже если не разрешать стоянку, то почему нельзя узаконить остановку? Тем более, что большой парковочный карман для этого специально имеется. Вот такие получаются дела. Центр города, а оставить машину негде. Первый весенний месяц обусловлен для городской администрации не только подготовкой к апрельским субботникам, майским праздникам, но и работой, связанной с организацией летнего отдыха для школьников ГАИ. В этом году условия оздоровительной кампании претерпели ряд изменений. Какие новшества ждут родителей школьников из города и где будут отдыхать дети из района, узнаете из нашего сюжета. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На организацию летнего отдыха школьников в этом году планируется потратить почти 8,5 миллионов рублей. Найти средства, поправить здоровье смогут более 3,5 тысяч детей. Основными местами отдыха станут 11 школьных лагерей, санаторий ГАИ и санаторий-профилакторий Горняк, а также загородный лагерь «Солнечная горка». В этом году, в 2015-м, дол «Солнечная горка» планирует 4 смены. В каждую смену мы планируем оздоровить 350 детей. И четвертая смена – это смена спортивная, где будут проходить учебно-тренировочные сборы. Тоже планируем 350 детей. А преимущественно, кто приедет отдыхать – это дети ГАИ в соседних городах? Да, то есть в основном преимущество будет у работников ГАИского ГОКа. Они в этом году забрали где-то 550 примерно путевок на оздоровление своих детей. А остальные путевки – это бюджетные организации и путевки коммерческие. Это другие организации, которые с нами работают. Предстоящая летняя оздоровительная кампания охватит не только детей, проживающих на территории ГАИ, но и школьников из ГАИского района. Для них планируется открытие 20 лагерей дневного пребывания, в которых смогут отдохнуть 472 ребенка. Кроме того, дети из ГАИского района смогут отдохнуть и в Солнечной горке. С детьми ГАИского района мы планируем работать так же, как и с детьми города ГАИ. Поэтому большого ажиотажа мы не ожидаем, что будет не оплачиваться им путевки. То есть все, будем работать так же, как и с городом ГАИ. Еще одним отличием оздоровительной кампании этого года станет новый механизм государственной поддержки. Отдых ребенка будет оплачиваться из двух бюджетов – областного и родительского. Путевки будут оплачиваться уже с Министерством соцзащиты только на 50%. То есть теперь большую часть оплаты ляжет на плечи родителям. Ну вот то есть родители как встретили эту новость? Ну, конечно, это очень сильно ударило по карману, во-первых, родителей. Если раньше он платил в кассу, допустим, 3,5 тысячи, и у него путевка была в долл в Солнечную горку, то в этом году он должен будет заплатить 8500 рублей примерно. И у него будет путевка в Солнечную горку. А, допустим, в санаторно-оздоровительные лагеря там уже сумма будет другая. Несмотря на то, что до начала лагерного сезона остается чуть больше двух месяцев, работы по подготовке начались уже сейчас. По словам руководства лагеря, в этом году планируют значительно улучшить территорию отдыха, также достроить медпункт, который будет лицензирован, и все отдыхающие смогут получить квалифицированную медпомощь. Первая партия школьников отдыхать за город отправится уже 1 июня. Анастасия Адаршенко, Сергей Плюхов. Специально для видеоверсии гай.рф. Воспитанники кадетского класса школы номер 10 выполнили почетную миссию. Вручили юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны, приехав к ним лично домой. 47 наград, приуроченных к 70-летию Победы, нашли своих обладателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Трофимович, мы вас пришли поздравить. Накануне замечательной даты 70-летия Великой Победы. Награды передали фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и малолетним узникам лагерей, которые сейчас по стадии здоровья не могут выйти из дома. Многие ветераны не могли держать слез и делились с молодыми кадетами историями из военного прошлого. Здоровье, еще раз здоровье, и чтобы больше не было никогда. Я вам скажу немножко. Война началась, у меня 40 лет было. Были скачки, тогда же колхозы, районы. И Элевитан объявил, нас начала милицией прогонять. Милиция всех сразу огняла, и ночью уже повестки. Раз пойдет. Вон, дедушку можно в щечку чмокнуть. Вот так вот, вот. А мы вас ищем. Ну ведь вот, сколько я время раз вышла, а? Все равно мы вас нашли. Идемте к нам. А давайте мы ваше. Ребят, ребят, подходите. Анна Александровна, накануне победы, вы знаете, что ветераны получают медали. В радугу вы не попали. На торжественные концерты выручения, поэтому мы сами к вам пришли. Мы дальше, вот как сюда, мы никуда не ходим. Вот, ребята выручают вам медаль. И удостоверение. И удостоверение. Желаем вам здоровья. Спасибо. Что вы желаете? Здоровья. Здоровья. Еще. Удачи. Удачи. Удачи были уже. Были. Так, и расписаться вам нужно. Всего до 1 мая юбилейными медалями наградят более 600 гайских ветеранов. Стоит также отметить, что по инициативе правительства области ветераны Великой Отечественной войны должны получать шефскую помощь не только от школьников и социальных работников, но и от предприятий и организаций, которые могут оказать реальную поддержку. Конкретные дела заключаются, например, в создании комфортно-жилищных бытовых условий. В Гае проживает 50 ветеранов, являющихся непосредственными участниками Великой Отечественной войны. Все они находятся под шефством, сообщили журналистам портала ГАРФ в администрации города. В число подшефных организаций входит Гайский ГОК, завод Уральский медный прокат, МУП ЖКХ, городской отдел образования и военкомат. Также подшефную помощь ветеранам оказывает комплексный центр социального обслуживания населения и Совет ветеранов. Продолжение темы. В преддверии 9 мая волонтеры города посадят «Сирень Победы», организуют вокальные и танцевальные флешмобы, а также примут участие в праздничных мероприятиях. В рамках всех этих акций в нашем городе будет сформирован волонтерский корпус 70-летия Победы. Программа праздничных мероприятий, участие в которых примет волонтерский корпус, весьма насыщена. К примеру, в конце апреля пройдет акция «Георгиевская ленточка» и «Письмо Победы». В первом случае всем желающим будут раздавать георгиевские ленты, а во втором ученики школ напишут письма своим родственникам, участвовавшим в боевых действиях. В мае волонтерский корпус проведет акцию по высадке «Аллеи Победы» из кустов «Сирени», устроит флешмоб «День Победы», примет участие в шествии с фотографиями родственников участников Великой Отечественной войны, а также угостит всех горожан солдатской кашей. Кроме этого, гайские волонтеры смогут принять участие в областных акциях. Стоит сказать, что стать участником волонтерского корпуса сможет любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить анкету в городском молодежном центре по адресу город Гай, переулок Суворова, 4А, или позвонить по телефону 4-22-13. Этой весной гай становится настоящим домом для дятлов. Очередная черная птица была замечена горожанами. Дятел сидел на стволе крыгача и увлеченно выстукивал клювом по дереву. Вокруг редкого гостя собралось немало прохожих. Однако птица была настолько занята своим делом, что не обращала внимания на людей. Как отметили проходившие мимо, птицу на этом дереве наблюдают уже второй день. Дятел выдолбил солидную часть дерева. В конце выпуска погоди. В ближайшие дни в Гай-Пасмурно возможен небольшой снег. Ветер преимущественно южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-6, днем 3-5 выше нуля. Программа была подготовлена при поддержке гипермаркета Айсберг. В Айсберге с 11 марта делайте покупку, получайте подарки. Так, при покупке Full HD телевизора с диагональю 102 см, всего за 18 990, получите подарочную карту на 2000 рублей. Гипермаркет Айсберг территория постоянной выгоды. На этом наша программа завершается. Новости города района доступны вам на портале гай.рф. До свидания и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова